Второзаконие, 16 глава, с 18 стиха, я читаю. Рядом с жертвенником Господа твоего Бога, который воздвигнешь, не сажай дерево, никакого дерева не сажай, не ставь из священного камня Господь Бог, который их ненавидит, не приносив жертву Господу Богу твоему крупный мелкий сход с изъяном, с каким бы то ни было недостатком, для Господа, Господа Бога твоего это мерзость. Если у вас в одном из городов, отдаленных вам городов, мужчина или женщина совершит дело, ненавистное Господом, Господу Богу вашему нарушит договор с Ним, пойдет и станет служить и поклоняться Богам, или Солнцу, или Луне, или какому-либо, другому из воинства небесного, чего я не велел делать, тогда услышав и узнав о таком расследуя это дело получше. Если все окажется правдой в Израиле, действительно была сопротивлена такая мерзость, то этого человека, мужчина или женщина, того, кто совершил зло, надо вывести к воротам и забросать камнями на смерть. Прошат Шабуа Шофтин. Недельное чтение судей. Я хочу связать нашу недельную главу судьи с тем, что мы читаем в Послании Евреями. Первые четыре главы в Послании Евреями. Эти два текста вместе очень сильные. Недельное чтение очень сильные. Иногда мы думаем, что Бог в себе находится в любом месте, в любом месте, в любом месте, в любом месте. В какой-то стороне есть справедливость. Он находится в любом месте, но есть пути, через каких-то людей он властвует над людьми. Я хочу, чтобы вам рассказать кое-что, важно, чтобы вы меня помнили. В этом, в сфере ШМОД, в книге ИСХОД было написано предложение. Устроите мне скинь, и я буду обидать среди вас. Кто помнит эти слова? Устроите мне храм. Храм. Или в современном мире, что сегодня храм? Ах, храм? Храм Бога. Мы, это храм Бога. Мы, это храм Бога. Скажите, повторите за мной, он пребывает. Кто знает это слово на Еврите? Шохен. Эй, шохен! Это как сосед. Шохен и шохен. Мила шохен, бань мила мишкан. И слово сосед, корень этого слова, слово скинье. Мишкан, это притзунствие. Илухим шохен в Теребене. Бог пребывает среди нас. Ах, в Еврите, говорите, мишкан. Скажите на Еврите, мишкан. Ах, ульпан кацар. Мишкан, это четыре буквы. Мишкан, это четыре буквы. Эта отрешена? Первая. Давид. Эта отрешена? Мишкан. Мишкан. Шния. Вторая буква. Шлишит. Третья. Как? Как? Вервит. И четвертая. Ну. Мишкан. Коль от. Каждая буква. Мишкан. Мишкан. Мальчан. 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 Шин. Это шофет. Это судья. Кав. 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 Кав, это первое стежание. Куэн. Невин. Невин. Аняон, это пророк. Это принцип. Бог находится везде, но в его народе он правит через четырьмя способами, через царя царства, через судью, через священника и через пророка. Сейчас все понятно? Если мы учим это недельное чтение, то мы здесь видим. Медубар в недельном чтении написано, в 16-18 стихе написано, на всяком месте поставьте судью. И есть принцип для судьи, требуя справедливости. Если мы продолжаем вперед, то в 17 главе, в 14-15 стихе написано, когда придешь в свою землю, и захочешь поставить царя. Поставьте перед собой царя. Посмотрите, что написано. Когда ты придешь в землю, которую Господь Бог дает тебе, владеющую, и поселишься в ней, и скажешь, подставлю над собою царя, подобно другим народам. Когда ты придешь в свою землю, и написано, захочешь поставить на царя царя, как делают другие народы. Что это значит? Что это значит? Как делают другие народы. Кто-то может понять, почему хочется, как у других народов. Мы избранные народы, зачем нам нужно уподобляться другим народам? Какие мысли? Я облагу. Мы живем не в вакууме. Есть динамика развития во всем мире. Были страны, где был царь, очень могущественный император. Есть новые народы, где он избран в демократии. Есть другие царь, когда царь выбирает эти демократические предсщества. По закону. Естьarios, где он избран от его деда и сапе. Есть царь, когда Парад Ство. Наследник становится царем. Поэтому здесь было удаление. Для Исраэль выбрать свободу народу израильскому выбрать себе царя. С самого начала это было как другие народы. Как в Бабилоне, как в Мицрае. Царь Давид захватил власть. Потом он добавил его в свою очередь. Но сейчас мы живем в другом времени. Посмотрите, мы проголосовали все штаты. В Европе проголосовали. Даже в России проголосовали. И у нас тоже проголосовали. Мы научились про царя. Он должен требовать справедливости и справедливости. И в Мелых написано, что он должен быть цифровым человеком. Чтобы он не брал себе много шоков. Чтобы он не брал себе много шоков. Чтобы он не брал себе много шоков. Чтобы гараж не наполнял Мерседесом. Чтобы они приняли передо мной цифровым Тором. Так написано. Тогда это царство будет благословенному стиху. Если мы будем продолжать сюда тоже неделю. И мы попадаем в 18 главе. И в 1-7 стихе написано, «Ко-хэн будет в кирбаха». Вы помните? Мишкан, мэм, шин, мэм, шин, кав, ко-хэн. Ко-хэн будет в кирбаха. Сво-хэн будет в кирбаха. И почтите священника. Почтите священника, потому что он делает связь между вами и небом. И если вы почтите священника, и его служение, тогда Бог принесет с неба вам благословение, так написано. Ваамилам Мишкан, ма ода охрана, вследи? Ну! Ман нунь, омер? Нун, что значит священник? Не ви! Белта парашача вуакхату. В мэм, пасу хаме жесле, па ферек 16. Не ви, мэй кирбаха таким адонай. Пророка из среди твоей восставит Господь. Нун, Нишкан, Нун, Неби. Пророк. Что это значит? Это очень сильно обещание. Что в Исраиле там всегда будут Неби. Что в среди Итравия всегда будут Пророки. Что являют милы актуальны для меня. Но мы продолжаем читать. И если мы продолжаем читать, мы видим, что не говорится только о Неби Пашут, Неби Ракин. Эли о Неби меухад меот. Если написано, что если голос этого Пророка не будешь слушать, то твоя душа исцребится изнаружи твоих. то не только о Неби, а о Неби. Можно сказать, что не просто Пророк, а тот самый Пророк. А как говорится в Пророчестве? Айшуа. Акшаб узвим это Парашат Шербуа Шахтин. Сейчас мы оставим недельное чтение Судии. И мы перейдем к Новому Заведону. Лейгерет и на Евреям. К посланию евреям. Мы начинаем читать послание к евреям. И первые два стиха. В последние дни написано про последние дни, Илухи говорит не через Неби, а через Бно Ехидо. Что в последние дни Бог говорил не через Пророков, а через своего Единородного Сына. Он говорит, что у Машвей, он сравнивает. А потом Машвей от Бно Ехидо. Тот, кто написал о Заване Ехидо, он сравнивает его единственного Сына с Пророками. Если мы продолжим читать дальше, то в 3 главе написано, «Все объяснение, почему Ешуа превосходнее Моисея». Кто был Моисеем для народа Израиля? Он был Пророком. Но в 3 главе очень ясно написано, что Ешуа отличается от Моисея. Моисеем был как раб в доме Отца. Но сын это сын. Вы понимаете разницу? В 4 главе написано, что Ешуа превосходнее Моисея, а в первосвященнике. И Ешуа, есть шума между Ешу и Коуэн Годол. Ешуа, Ешуа, он тоже Коуэн Годол, но не по Морешету Леви, а по Мелкицеде. Ешуа, он также Пиросвященник, но не по Ганис Калена Левина, а по Считуме Мелкицеде. Я хочу закончить с чем-то, и просто объяснить вам, что всегда, когда в Израиле думали о Гридошем Мелесии, он как священник, но давайте скажем правду, Мелухуту, и его царство, и его суд, пока не открылись. Мы говорим, что когда он вернется, он как Мелех, и с сядет Капцай, и с сядет Капцай, и будет судить народы. Вы понимаете о чем я говорю? Мамаш-мамаш хазак Беневуи. Это очень пророческое слово, но сейчас я хочу остановиться, и обратно перейти к посланию евреям. В первой главе, в двух стихах, что он не как пророки, он больше чем они, и по логике вещей лучше перепрыгнуть к третьей главе. Эвуша начинает говорить, что он лучше чем Меша. Там, где описывается, что он превосход не Маисе. Но в любом случае, в письме, начинает вернуть Ишуа с Мелехами. И здесь я хочу немного поговорить, и поговорить об этом. Это вторая часть. И я просто хочу сказать, ребята, кто из вас меня слышит не понимает? Кто из вас меня слышит не понимает? Вы слушаете меня, но вы не смотрите в Святое Писание. А затем, покошим, обвиним, альманом и Дебиром. Сложно вам понять, о чем я говорю. Откройте тонах. Кому нужна в руки Библия? У кого нет. Кому нужно дать? Кому надо? Так надо с очками собрать собрание. Она корзина очень крупная. Так трудно понять. Откройте и читайте. Я делаю книги Кодуш כל недалеко. Я не знаю, что это в Писании. Я не знаю, что они знают в Писании. Я не знаю, что они знают. У них не знают. Я знаю, что они знают по Писанию. Вы не понимаете. 4-5 стих Я читаю в русском Я читаю на русском Вы хотите Танах в Ибрид? Бонус Аравий нужно сказать нам в Аравий есть много Танах нет, но мы будем говорить есть? Скажите мне я вам покажу Танах в Аравий в Аравий Я буду читать на русском смотрите на русском 4-5 стих Будучи столько превосходнее ангелов сколько славнейшее перед ними наследовало имя ибо кому когда из ангелов Бог сказал ты сын мой я ныне родил тебя и еще я буду ему отцом и он будет мне сыном но две простые вещи 2 простые вещи Иешуа ярошь шем дадоль мемолахи Иешуа имя намного превосходнее чем ангелов Я сейчас изучаю послание Иешуа Иешуа чем ты не будешь по энциклопедии выбирать имя Иешуа 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 что значит он родился и он говорит это огромный Иешуа 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 я не Иешуа 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 и было Он превосходнее, чем... И уж понятно, что он более большой и великий, чем люди. Это божественность. Я продолжаю читать вперед. В 13 и 14 стихе. Здесь говорится, что Ишуа сидит в правом руке Бога. Если мы минуту назад научились, что есть много сынов Бога. Согласно книге Йога. То только Ишуа написано, что он сидит в правом руке Бога. То есть, может быть, есть еще сынов Бога. Но это очень, очень особо. Потому что он сидит в правом руке Бога. Это самая огромная позиция во всем мире. И написано, что ангелы, они его слуги. Мы переходим ко второму главе. Я прочитаю вторую-третью стихи. Ибо если через ангела возвещенное слово было твердо, и всякое преступление и непослушание получало праведное воздаяние, то как мы избежим вознерадев о таком спасении, которое было сначала провозглашено Господом, а потом в нас утвердилось. Здесь написано, что в начале, что в самом начале, Добавр Адонай ухераз ол-яде молекхи. Слово Господа было право с брошеной через ангелы. О чем говорите? Вы знаете? Ну? Синай. Хорошо. Арсинай. Арсинай. Матан Тора. Бог дал Тору. Молах Адонай. И много мидрашин на тему того, что были ангелы. Вы спросите, Ифраим, он вам расскажет, или в Ютубе посмотрите. И в Галатах написано, через ангелы Бог дал Тору. И здесь написано, что если то слово, которое Бог дал через ангелы, кладывает на нас такую огромную ответственность, то если мы пребрегаем тем словом, который дал Тору, кто превыше всех ангелы, то есть слово, которое дал нам Ишуа, то есть слово, которое дал нам Ишуа, дорогие мои друзья, мы получили слово от Ишуа. И он был Илухим. И он сын Бога. И нет никакой другой власти превыше, чем его отец. И он уже дает нам Слово. И он требует от нас ответственность, держать Слово спасения. Есть люди, которые пренебрегают тем, что хорошо. Они научились одному принципу, что всегда можно попросить прощения. Так что Господь превыше всех ангелы, и они установят эту ангелу, в имя Ишуа Мессия. И потом они возвращаются к своему греху, и в тот же день они говорят, ой да, опять же грехи. Здесь написано, если эти, что киблю, что киблю, что киблю, что киблю, Слово от ангела обсудится настолько строго, то сейчас на нас накладывается намного больше. Я говорю сейчас о страхе Господь. Нам нужно наполниться в нашей жизни страхом Насходим. Не страхом человеческим, не страхом, что кто-то тебе яударил, но священным страхом, Внутренним уважением к Богу и уважением к Иешуа Амашия. И не пренебрегать прощением, которое он дал Бог. Я продолжаю читать. Вторая глава. Немного ты унизил его перед ангелами, славою и честью венчал его и постал его над делами рук твоих. Все покорил под ноги его, когда же покорил ему все, то не оставил ничего не покоренное ему. Ныне же еще не видим, чтобы все было ему покорено. Несколько вещей ему очень близко. Давай решим. Первое. Ешуа Килу мушпаль левне Малахим. Как будто, когда Ешуа уволил перед ангелами. В этом цитате мы тихилим и спар шмоне. Это отрывок из-за псалмов. И там написано. Ешуа Килу мушпаль левне Малахим. Если мы будем правильно читать. Ешуа Килу мушпаль левне Малахим. Самый низ для того, чтобы искупить нас. Чтобы быть подобными нам. Чтобы быть подобными нам. То есть Наки и Кадош. То чистый и праведный. Он взял в виду всех. Он страдал. Он страдал. Он был распят. Он умер. Он умер. Он умер. Он мог бы за меня на это. Он умер. Он был праведником. Он даже слышал. Но это правда. Это правда. Это основная правда. Это наш основа. Он был как мы. Он взял на себя наш грех. Он заплатил полную цену. Он умер. Полная цену это смерть. Но смерть не могла держаться. Только несколько часов. Он встал из мертвых. Потому что смерть не могла держаться. Смерть это ангел смерти. Начальник ангел смерти. После этого это физическая способность. Он не могла держаться. Он не могла держаться. Потому что он праведник с самого начала. И в этом это доказано, что он единственный сын Господень. И если мы верим в это. Он открывает нас колодец живой жизни. Мы продолжаем дальше. Я читаю в главе 2, 9, 10 стих. Но видим, что за претерпение смерти. Увенчан славою и честью Ещуа. Который немного был унижен перед ангелами. Дабы ему по благодати Божией вкусить смерть за всех. Ибо надлежало, чтобы Тот, для Которого все и от Которого все. Приводящий многих сынов во славу. Вождя спасения совершил все через страдания. А как детям причастны пловите и крови, так и он воспринял оме, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти. То есть дьявола. И избавить тех, которые от страха смерти всю жизнь были подвержены радству. Дабы, Альза, Лепнейшний Яр. Тоже говорил об этом, минуту назад. Но здесь важно что-то помнить. В этом мире есть еще один царь. Кроме еще Амашия. Не хороший царь. Это не сатана. Это страх смерти. Страх смерти властвует над людьми. Сделали вопрос. Несколько лет назад. Страх смерти. Это самое страшное для всех людей. Не только аварии боятся дороги. Но человек, как существо грешащее. У нас внутри есть страх смерти. Это правило. Это правило. Это правило. Но здесь написано. Я уверен. Я уверен. Что мы здесь. Мы здесь. Многие верующие. Многие из нас страдают от страх смерти. Но есть очень важное обещание. Что в нем есть победа над этим. Через мою проповедь. Вы не получите освобождение. Но, возможно, я напомню вам этот факт. Что есть лекарство. И это лекарство в руках Ишуа. И если у тебя есть страх смерти. То ты должен. Зайти в свою комнату. Как он хочет Ишуа. Закрыть дверь. И начать милиция. И не попроси объяснение. Попроси освобождение от страх смерти. Потому что существует обидование. И очень важно и ясно. Слышали меня? Я продолжаю. 17-18 стихи. Посему он должен был во всем уподобиться братьям. Чтобы быть милостивым и верным первосвященником пред Богом. Для умилостивления за грехи народа. Ибо, как он сам претерпел, был искушен. То может и искушаем им помочь. Сейчас поймите что-то очень важное. Все падение, все унижение Ишуа. Что он родился в этом мире как мы. Было не для того, чтобы только взять на себя нашу вину. Это первое. Но это была еще одна причина. Если бы Ишуа был таким ангелом. Что, если бы крех к нему не приближался, он бы к нему приближался и падал. То есть Ишуа не может быть в жизни. Тогда этот человек не смог быть виноватым примером. Вы понимаете почему? Есть выражение на русском языке. Что «сове» на русском языке не понимаете. Или выглядел, что это не собирает одеваться. Почему? Потому что человек, который весь землей болен, не понимает о русском языке. Он не понимает о русском языке. Он не понимает о русском языке. Если бы Иешуа был абсолютно нитральным ремонтом, как он мог быть образом, за которым он может мутить? Но наоборот. Грязь бежал за ним. Так же, как он бежит за нами. Но Иешуа обращался к силе глуха святого и к Писаниям, и от них получал силу, справиться с грехом. Понимаете меня? Когда парень растет, он нелхам и моткафот миньет. Он справляется, он воюет с сексуальными напастями. Когда парень растет, когда человек растет, он нелхам и моткафот миньет. Много разных скушений, с которыми он находится. Геова, отцелануть, все разные вещи. Таавот, похоть. Вы знаете это? Вам знакомы эти вещи? Да. Нет? К душам я живу, а? Все здесь святые сидят. Иешуа я нелхам, но двори мои не комонны. Иешуа боролся с так же, как мы с этим имели. А Валь, возможно, что мы помимо работ, мовсидим. Но когда мы проигрываем эту парку сейчас, он никогда в жизни не проигрывает. Но он, например, может убить на гетнехет. Как он противостоит греху. И бросит милость от Отца. И силу сторы. И милость от цветов руха. И милость от цветов руха. И вождение. Если мы будем просить, то можно сам. Так же мы можем проверить. Понимаете? Это недельное чтение судей. Она очень хорошо связывает за спасение евреев. Этими словами лучше закончите. Давайте встанем. Давайте встанем. Небесный Отец. Я бракху попросу обоих всех! Я прошу обоснования для каждого из нас. Я благодарю, что Иисусуа Он Курен и Неви. Я признаю, что Иисусуа Священный и Пророк. И еще немного он может отвозить в этот мир как Мелех и Шопет. скоро раскроется в этом мире как Царь Исутиян. Но уже Он действует в нас. КГОЭЛ КОЗЕР КДУГМА КМИКАПЕХ КСОЛЕХ КПРОЩАЮЩИЙ ТАМШИХ, ЭДОН ПРОДОЛЖИ ЭТО РАБУДУТ НАТ, ГЕСПОД ТАМШИХ ЭТА АБУДА ЭТОТ БЕТУХЕЙ ПРОДОЖИ ЭТО РАБУДУК НАС ВТААЗОР НА УАНУ ЛИГДОЛ ЛЕДИМУТ МИКУБАД БМАШИХ ЙЕШУА И ПРЕОБРАЖАТСЯ В СЛАВНЫЙ ОБРАСЬ ЕШУА МАШИЯХ КАКДА ПИЦАНА В ВОСЛАНИЧЕСКО ЧТО КАКДЫ ХАД ИТ БАГЕР ЛЕГИЛ ГАМАШИЯХ ЧТО КАКДЫЙ ВИДЁТ В СИЛУ ВОЗРАСТА МАШИЯХ ТААЗОР ЛАНАМ МАШИЯМ ЕШУА МАШИЯХ ВИИМРУГИЯХАД АМАРЯ КАЖИНО МАШИЯХАД ЭТО ВМ Продолжение следует...